Ну, Макс, вставай. Вот и верь после этого рекламе. Ладно, будем будить проверенным способом. Ну, Макс, ну, малыш, ну давай-ставай. Нет, 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 нет. Приснился мой любимый сон. Какой? Какой? Я заплетаю косички нашей маленькой дочери. Нашей дочери? Ну, Макс, мы с тобой даже не женаты. Нет, ну, если дело только в этом, мы это исправим. – Люблю тебя. – И я тебя. Угу. А, спасибо. Отлично. Давай. Все хорошо. Ты должен на это взглянуть. Спасибо, Эмит. Просто перевозчики, они… Доброе утро, Владимир Сергеевна. Доброе утро, Дмитрий Иванович. Я помогу. Спасибо. Нам придется ужать расходы по шестому проекту. Ладно, только не на материалах, иначе это все не имеет смысла. Привет. Привет. Показывай. Завтракайте, да? А я всю ночь не спал. Дим, показывай. Алиап. О, хорошо. Дим, ну ты ж можешь, когда хочешь. Отлично. Мне тоже нравится. Просто я… Ребят, я не понимаю, зачем костюм? Зачем вся эта срочность? Проект второстепенный. Да, но… близится день, что Славу нам подарит. О, Боже. И звон фанфар разбудит сонный мир. Ребят, я вас очень прошу, давайте без метафоры, ладно? Макс, сегодня шеф лично приедет для того, чтобы проверить проект. Пять часов. Зачем? Так, кто из нас хочет стать полноценным партнером? Я или ты? Я. А ты хочешь, чтобы это было быстрее? Конечно. Я об этом позаботилась. Потому что я люблю тебя. А я тебя. Нет, это правильный ответ. Максим Александрович, я не сомневаюсь в вас. Давайте закругляться с презентацией. Да-да-да. Так вот, фундамент основного здания ленточного типа. Заложение очень глубокое. В общем, у нас получился железобетонный монолит нового поколения. Вот что, железобетонный монолит нового поколения одобряю. Так же, как и твой костюмчик. Ну что ж, следите за модой, Максим Александрович. Спасибо. Спасибо. Котенок, а тебе нравится? Еще бы. Да, еще у нас новое балочное перекрытие. Максим Александрович, мы ведь так просто заехали для того, чтобы поинтересоваться, все ли у вас в порядке по проекту. Или, может быть, мне надо будет отложить горные лыжи? Как отложить? Это же последний снег сезона. Не волнуйтесь. Можете смело ехать. Семен Александрович, проект в полном порядке. И ваше присутствие необязательно. Ну вот, это и хотелось услышать. Ну что, котик, мы можем ехать. Ах, да. Чуть не забыл. Сегодня вечером в нашем бизнес-клубе пройдет благотворительный аукцион в поддержку детдомов города. Вот здесь как раз пригласительные. А костюмчик, правда, хорош. Можем ехать, котенок. Всем удачи. Да. До свидания. До свидания. Бинго. Ну да. Представляю вам следующий лот под номером 13. Это замечательная картина. Масло. Зая, а кто это такой импозантный сидит рядом с этой рыжей бестией? Прикалываешься? Это Макс Поверинов, вице-президент ТТС. Правда? Красавица. Поверь, он об этом знает. Максим Александрович, а вы до сих пор в вице-президентах ходите? Или Карминов сподобился сделать вам предложение стать своим партнером? Он уже думает об этом. Сорок тысяч. Ну, если вдруг Карминов так и не созреет со своим предложением, приходите ко мне. Мужчина четвертый ряд слева. Я быстрее выполняю свои обязательства. Сорок пять. Второй ряд. Мужчина слева от меня. Пятьдесят. Шикарное предложение. Пятьдесят тысяч. Очаровательная девушка в центре передо мной. Пятьдесят тысяч раз. Слушай, ты не хочешь отсюда сбежать? Угу. Я уже думал, ты не предложишь. Пятьдесят тысяч два. Буквально несколько мгновений картина будет продана. Пятьдесят тысяч три. Продана. Итак, девушке прямо передо мной уходит замечательная картина под названием «Дитя». Пятьдесят тысяч три. Помоги. А может, все-таки останешься? Макс, ну не говори ерундой. Ты как ребенок маленький. Каждый раз одно и то же. Ну, вообще-то, ребенка нам очень не хватает. Так, ты знаешь, что завтра приедут заказчики, ей нужно очень хорошо подготовиться. Ну да. Ну все. Да. Да останется. До завтра. Я сама закрою. У меня есть ключи. Я шел что-то? Да. Тихо. Я уже знаю, что-то разговариваю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наташа, а ты что-то понимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Вы в порядке? Руки убрал. Не вставайте, не лежите. Отвали. Простите, я вас не заметил, я очень спешил. Ага. Дядя, я тоже опаздываю. Давайте я вас подвезу. Ага. Так и поехала. Сама доеду. Нет, правда, я вас подвезу. Куда скажете? Сама доеду. Слушай, садись в машину. Садись, я тебя не обижу. Да садись, садись. Козёл. Ходить можешь? Петрович, Петрович. Пошли. Ага, иду. Ай, хорош, да? Полдня ждём, блин. Наконец-то. Наконец-то. Рома! Рома! Рома, давай, вытаскивай нас! Бегом! В другой раз заработаешь! Давай, Петрович, ну! Ну, мальчики, резче! Ну вот, заработай! Хорошо зарабатываешь! А у вас по-другому? Петрович, ну, не откатайся! О, какой букет! Это где, Женька, цветищи-то такие раздобыла! Тихо! 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 Смотри, кто пришел! А ну, иди сюда! Красавец! Тихо! 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 Тихо, Тихо! Тихо, Тихо! 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 Cesный лев! Тихо! 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 Леша! Леша! Я тебя прошу, не начинай! Это кто такой? Что происходит? Это Максим Поверинов. Лариска — покойница. Любовь его первая. А он ее. Какая у них любовь была Вика. И что? И что? Он в армию ушел. Лариска не дождалась его. За Лешку замуж выскочила. Да как же это? Господи, как же это? А что? У Алешки отец председатель, машина. А у Максима? Что у него было? Тьфу. Мышь под печкой. И мать как раз перед армией померла. Он вернулся из своей ВДВ. И тут же прочь из деревни. Утром приехал. В обед поминай, как звали. С Лариской. Так и не увиделся. С того дня и не появлялся здесь. Вот она какая жизнь. Лешка на коне был. А Максим гол как сокол. А теперь видишь, как оно. Все наоборот. Лешка все пропил. Все, что мог. А Максим… Женя… Известный архитектор, бизнесмен. Николай… Нагомый… Здравствуйте. Здравствуй, Максим… Ирина Ивановна, спасибо, что позвонили. Ой, да какое уж тут спасибо. Да, и за то, что за могилой матери ухаживали. Спасибо, да не мне. Лариса за могилкой твоей мамы присматривала. Да и за домом вашим тоже. Так что остановиться и езди. Я оставаться не буду, ехать нужно. И вообще зря, наверное, приехал. Ну, как хочешь. Ну, если решишь переночевать, домой иди. Ну, как бы там ни было, там твоё всё. Спрашиваю, что делается? Вон она, вон она стоит, проходимка. Все розы в теплице срезала. Я ей кричу, стой, а она и ухом не ведёт. На велик прыг и тю-тю. Нужно потише, здесь похороны. А мне что? А кто за розы платить будет? Арестовывай её. Аркадий Львович, пожалуйста, давайте немножко потише. Нет, ну а мне что? Ну, за розы кто будет? Или пусть платит, или в тюрьму. Так, я заплачу. Сколько? Вика, перестань. Ты что, миллионерша? Аркадий Львович, давайте отойдём с вами. Куда? 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 Куда ты идёшь? Я за розы заплачу. Успокойтесь, пожалуйста. Всего доброго. Бабушка, это он? Да, милая, он. Ага, я сейчас сделаю так, что ты меня запомнишь. Ой, девочки, посмотрите, машина какая. Заблудился, что ли? Жаль, что дорогу не спросил. Я не могу, пожалуйста. Я не могу, пожалуйста. Я не могу, пожалуйста. Максим, ты? С приездом тебя. С приездом. Здравствуйте, дядя Серёжа? Да. Здрасьте. Ну, хорошо. Пойду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А… Здравствуй, Максим. Привет. А ты чё, на поминках у Лариски не был? И правильно сделал, что не был. Мало на кладбище с Лёшкой было. Правильно. Правильно сделал, что не ходил. Ну, как там в столицах-то, а? Так, вот это открыть эту форму. Ну, давай, наливай, наливай. Да нормально. Правильно. А вы тут как? А тоже не жалуемся. Хлеб есть. Хлебушка имеется. Живём? Где мы живём? Ты чё, издеваешься? Живёт он. Так по мобильному позвонить нельзя. На водокачку лезть приходится. Живёт он. Да ладно тебе. Нормально всё у нас. Детей растим. Футбол по телеку. Нормально. А ты, Максим, молодец. Ну, слушай, действительно, Максим, ты молодец, что не вернулся в это болото. Я тебе завидую. Давайте, наверное, лучше за Ларису выпьем. Простите, я на минутку. Простите, я на минутку. Прости меня. Прости меня, Максимушка. Христа ради прости. Вы что? Анна Игоревна, да я… Прости. Прекратите. Вы что? Максимушка, я очень виновата перед тобой. Перед тобой и доченькой моей. Не получала. Ларисонька, писем твоих, что ты из армии писал, не получала. Я ведь на почте до сих пор начальником, а кому, как не начальнику, с письмами всякие каверзы учинять рвала. Я твои письма, понимаешь, рвала. И ее к тебе и не отправляла. Врала, что не думаешь ты о ней, другую завел. А она ждала, писем нет. Я сговорилась с Лешкиным отцом, председателем он тогда был. Уговорила я ее, дура. Понимаешь? Какая я дура. Я думала, что рассветет моя доченька за пазухой у председателева сына. Ай, трех лет не прошло, как он запил. Кулаки пошли. Мне пришлось их забрать с доченькой домой. Вот с тех пор мы и ютились в бабьем царстве. Прости меня. Подождите. Подождите. Что значит забрали? Они что, вместе только три года прожили? Да. А почему ж вы мне не сказали? Да куда там? Сам же знаешь, гордая какая. Ни за что бы не стала рассказывать. После всего того, что было. Из-за гордости своей воды. Ты… Что ж вы наделали? Она ж умерла, думая, что я… Я… Я мать. Слышишь ты? Я мать. Я счастья хотела своей дочке. Счастья и добра. Слышишь ты? Я не знаю… Что, олигарх, машинку ищешь, да? А ты пойди на мертвом поле посмотри. Козел. Правда, дядя Джев смотрится красивее на пробитых колесах? Нравится? Это ты сделала? Да, я. Зачем? Да потому что ты козел. Здорово. Здорово, Макс. А чё вчера не заехал? Дел по горло. Я ж единственный участковый на весь район. Да ладно? Вот так. А тебе колеса Женька пробила? Ага. Это же Лариса, она дочка. Заявление писать собираешься? Зачем? Ну и слава Богу. Ей и так досталось. Не, ну, девчонка, конечно, за ноза хулиганит, но, в принципе, нормальная. Не знаю. Тебе виднее. Слушай, а Лариса от чего умерла? Пневмония. У нас в больничке аппаратура древняя, диагноз поставили не вовремя. Девчонка молодая, врач, еще вчерашняя студентка. Так что, винить особо некого. Да я винить никого не собираюсь. Ну и правильно. А мертвое поле наше так бананами и не затеяли. Бананами. Это мы с тобой, придурки, только мечтали здесь банановые пальмы посадить. Да. Помнишь? Да. Ну, что с твоими колесами делать будем? Ой. Андрюх, что с ними делать, их менять? Ладно, могу тебе их снять. На моей машине отвезем на шиномонтаж и обратно. Ирина Ивановна. Ирины Ивановны здесь нет и не будет до вечера. Простите, я… Вы Максим Александрович, господин известный архитектор. Вы это хотели сказать? Вообще-то я хотел сказать, что я ключ пришел вернуть. Давайте я передам. А вы, простите, кто? Я Виктория, школьный учитель. Что преподаете? Все понемногу, у нас не бывает по-другому. Ну да, ничего не изменилось. Парты те же, что Ирина. А? Что? Неважно. Просто у вас все по-старому. Доска, пол, стены. Да. Даже огнетушитель тот же. Да, время остановилось. Вот мне тоже иногда кажется, что она здесь и вправду остановилась. А это кто нарисовал? В смысле? В прямом. Чьи работы? Ну, наших учеников. Наших талантливых учеников. А че ж вы-то тут держите? Не знаю, сделайте там выставку интерактивную в интернете. Пусть смотрят. Вы издеваетесь сейчас? У нас нет ни интернета, ни компьютеров. Да ладно, до сих пор. А как же вы детей учите, Виктория? А как же вы, Максим, закончили точно такую же школу? И при этом еще в институт поступили. Знаете, можно сидеть за старой партой и при этом тянуться к знаниям. Можно жить без интернета и получать духовную ценность. Ну, понятно. А вы их продаете? Я бы купил. Знаете, прошу вас на выход. Да-да-да, на выход. Спасибо. Пожалуйста. Ну, слава Богу, мы уже и не знали, что думать. Том, прости, что раньше не позвонил. Связи не было. Все нормально, родная. Со мной все в порядке. Просто думаю, мне придется еще немного задержаться. Да, и вот еще. Попроси, чтобы кто-нибудь из нашего техотдела набрал меня. Вот прямо сейчас. Да-да, конечно. Спасибо. Пока. Смотри, как быстро антенну починили. Эти, как их установщики, говорят, что теперь мобилки везде брать будут. А еще интернет будет. Наверное, Поверенов не поскупился. Все готово. Спасибо, Антолий Васильевич. Обращайтесь, Максим Александрович. Автограф поставьте, пожалуйста. Да, конечно. Рады были посадовутничать. Да, теперь звони, когда захочешь. Да понимаешь, вот тут один богатенький вышку починил. Так что теперь можем постоянно разговаривать. А, видимо, денег ему девать некуда. Иди сюда. Хорошая, на. Здравствуйте. А что это такое? А что это такое? Эй! Эй! Ну? Здравствуй, благодетель. Леша, иди проспись. Проспись. Сам в армию сбежал. Лариску пузатую оставил. На весь свет опозорил. Я тоже дурак. Знал, что с пузо моё беру. Думал, ничё. Девка вырастет. Привыкнул. Не привык. Не смог. Какая девка? Женя? Убей его! Леша! Угомонись! Как ты мог от меня дочку скрывать? Леша, ты успокоился? Да убью я тебя. Убью я тебя! Ты понял! Убью! Леша! Да ты угомонись! А то я тебя на пятнадцать суток! Да пошёл ты! Леша, не балуйся! Я тебя предупредил! Алло! Здрасте! Вот вы и обронили там! Держите! А что здесь происходит? Что? Вот что у вас здесь происходит? Вы как вроде бы нормальный человек, объясните! Я пытаюсь людям добро делать! А вы как думали, вы сейчас купите кучу компьютеров, установите вышку с мобильной связью, интернет, и все сразу вас полюбят, и всё изменится, да? Нет. Я просто пытаюсь сделать их жизнь немножечко лучше, потому что могу. А вам не приходило в голову, что их жизнь могут изменить не только деньги? А что? Что? Ну, всё просто, я не знаю, как это объяснить человеку, нужен смысл жизни. Да вы что? Эмоции, любовь. А где ж её взять-то на всех? Любовь. А на всех не надо. Да ладно. Идём-выйдем, поговорим. Спасибо. Очень-очень дельный совет. Виктория… Пожалуйста, обращайтесь. Игоревна. Я Лёшку до утра придержу, так спокойней будет. А ты, Макс, ехал бы отсюда. Не родной ты здесь. Никому не родной, дружище. Виктория… Игоревна… Виктория… Игоревна… 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 Жень, давай собирайся, а поедешь со мной в город. Жить. Ты офигел, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Я тебе не дядя, а отец. Да знаю я. Что значит знаю? А то и значит знаю. Вся деревня вон знает, и я знаю. Какая разница, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Блин, Женька, ты что, больная? Нет, ну ты реально больная. Тебя отсюда свалить предлагают, а ты не хочешь. Рома, он мне никто. Да. Да пофиг, кто он. Главное, что дядька-то богатый. Он и нас с тобой богачами сделает. Чё ж? Блин, это ж фарт. Такой шанс раз в жизни выпадает. Ну, слушай, а мы с тобой, как только тебе шестнадцать исполнится, тут же поженимся. Ты серьезно? Да. Ты ж меня любишь? Да, люблю. Ну вот. Заживем, как люди. Знаешь, а я тоже в столицу поеду. Честно? Да. Так что ты давай, поезжай со своим папашей-олигархом, а там прикинем. А что прикинем? Ну, на месте разберемся. Да? Угу. Уезжай. Уезжай с папой. Уезжай, внучка. Тебе здесь больше делать нечего. Ага, гурланд! Хмс! Ага! Субтитры создавал DimaTorzok До свидания. До свидания. Еще и Джон. Береги себя. Береги себя. Ну, все. Давай, давай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Максимовна. Позвольте вашу сумку. Яня Максимовна. Ну, это мы исправим. И как же ты собираешься это исправлять, дядя? Легко. Офигеть. Нравится? Я что сказала, что нравится? Не знаю. Сказала? Пройдемте со мной. Ваша комната готова, я вам все покажу. Я надеюсь, тебе понравится. Ребят, закончили, да? Подпишите, пожалуйста. Прекрасно. Это подарочек от нашей фирмы. Спасибо. Я все сделал специально в морском стиле. Видел, ты рисуешь морские пейзажи. Надеюсь… Да. Это тебе. Спасибо. Спасибо. А что там? А… там… спальня. А тут что? Гардероб. Вот. Гардероб. Ну да. Ясно, ясно. Что не так? Ладно. Вот ванная и туалет. А… А если тебе понадобится помощь, чтобы разобраться с джакузи, то обращайся к Валентине Сергеевне. Она поможет. Вот. Да, там еще одна ванна, но немножечко меньше. Совсем маленькая, да. А ты один живешь? Зачем тебе столько комнат? Ну, уже не один. А-а-а… О! Смотри, какая стена. Подойти страшно. А ты стреляешь из этого? Нет, это… подарки. А, подарки. Я открою. Да. Ясно, ясно. Зачем тебе столько барахла? О! Ну… Хоть что-то нормальное? Ваза. Малыш, ау, привет. А это кто? Знакомьтесь, Евгения. Максимовна моя дочь. Что? А это тетя Тамара. Жень. Женя. А я Дима. Дядя Дима. Дядя Дима. Дядя Дима. Хорошо. Давай поставим вазу на место. Так будет красивее. Да, ничего так. А зачем ваза без цветов? Ну, милая, она очень дорогая и не для этого. А для чего? Ну… А, интересно же, для чего же вазы? Ага. Слушай, я потом все объясню. Сам только что думал. Вон люди живут. Не одной рубашки, а у тебя их в гардеробе сто. Сто рубашек. Куча мертвых вещей. О! Рыбки. Живые? Хоть что-то живое. Пианино. Играешь? Нет. А кто-нибудь на нем когда-нибудь играл? А… Ты знаешь, наверное, нет. Ясно, ясно. Живешь припеваючи. Максим, я… Я все понимаю. Главное, что твоя Женечка теперь с нами. Женечка, а давай, знаешь что? Может быть, мы куда-нибудь сходим? На аттракционы я куплю сладкую вату. Или, может быть, цирк там, мороженое. Тетя, мне уже как бы почти шестнадцать. Ну, это так, для информации. Том. Ну, хорошо. Мы придумаем что-то повзрослее. Так, давай я тебе кабинет пока покажу. А, вот, прямо и направо. Нравится? А там что? Здесь еще один балкон. Ты чего? Какой это этаж? Одиннадцатый. Одиннадцатый. И, может быть, кто кто猜… Я бы… Стат. Стат, стат, стат… Стать… Ах… Ах… Жень, спишь? Нет. Это на карманные расходы и ключи, пин-код и код от сигнализации, год твоего рождения. Спокойной ночи. Жень, сядь назад. Я уже взрослая. Ну, тогда пристегнись. Сам пристегнись. Я пристегиваюсь. Ну, ладно. Жень, ты извини, я каждое утро тебя в школу возить не смогу, но не волнуйся, у тебя завтра уже будет личный водитель. Ты миллионер? Ну, смотря в какой валюте. А, смешно. А вот этот дом купить сможешь? М? Да, смогу. Но я не люблю честные дома. А вон тот? Этот тоже не смогу. Видишь, значит, ты не такой богатенький, как себя строишь. Зачем выпендриваешься? Я не выпендриваюсь просто. Нужно соответствовать. Чему? Бог его знает, Жень. Всему. Очень интересно. А ты хочешь соответствовать чему-то, чему не знаешь сам? Логика… Жень, это… Это город. Большой город. Здесь свои законы. В общем, ты привыкнешь. Не волнуйся. Надеюсь, что нет. Я просто не понимаю, зачем тебе это все? Зачем покупать столько ненужных вещей, тратить деньги на эту обувь, машины, квартиры, сто ванн? Тебе это все надо? Посудомощная машина, домохозяйка… Ты что, посуду сам помыть не можешь? Можно все, но… Это имидж. Я же говорю, нужно соответствовать. Ну что, это твоя новая школа. Здравствуйте. Ну что, это твоя новая школа. Ну, пойдем. Ну что, центр города, набережная, территория подшипникового завода. Решено его пустить под снос. Наконец-то это убожество снесут. Вопрос не в том, что это снесут. Вопрос, кто это будет сносить, как, и кто затем, впоследствии, на этой территории будет там застраивать все. Мэрия приняла решение на месте бывшего завода построить центр офисных элитных сооружений с небоскребом в центре, также с мостом, ну и с городком вспомогательных сооружений вокруг. Но это же целый микрорайон. Да вот именно, Максим Александрович. Представить, так сказать, вариант проекта в первую очередь предоставят нам. Да, без серьезных конкурентов. Я не буду углубляться в то, сколько мне это стоило. Конечно, я имею в виду ситых волос, но, в общем-то, вы понимаете, о чем я говорю. Но это самая крупная застройка в центре за последние двадцать лет. Да, с небоскребом, с мостом, да это же мечта. Этот проект важен во всех смыслах. Это и деньги, это и слава, и самое главное, это фантастический взгляд в будущее. Я до сих пор не могу поверить в это все. Да, безусловно, это заказ экстракласса, но… Да, государство теперь деньги не выбрасывает на ветер. Это не просто серьезно. Да, на карту поставлена большая сумма денег, но не это главное. Еще и моя репутация со всеми вытекающими. Так что проверочная комиссия будет соответствующая. Будет даже сам главный архитектор города. Ну что ж, отлично. Ой. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вическом память Звучит музыка. Звучит музыка. Как дела? Виктория Игоревна. Ужасные дела. Так, прекращай жизнь. Ты чего? Что случилось? Да ужасно все. Заберите меня отсюда. Женечка, нужно потерпеть. Слушай, я понимаю, что тебе сейчас трудно, но ты должна как-то научиться преодолевать трудности. И преодолевать их достойно. Не создавать никому сложностей. И помни, что я тебе всегда говорила, надо работать над собой. И как можно больше учиться и заниматься. Виктория Игоревна, да, вы не понимаете. Что я не понимаю? Я все понимаю. Это ты не понимаешь. Максим Александрович твой самый родной человек. Самый-самый. Он твой отец. И он тебя любит. Да, а с чего взяли, что он меня любит? Знаю, Жень. Как тебе объяснить? Я в своем возрасте осталась вообще одна. Одна, без родителей. Я знаю, как это трудно. И не хочу, чтобы ты знала, что это такое. Ты не представляешь, как важно, чтобы кто-то тебя любил просто так, ни за что. Понимаешь? И семья — это единственное, ради чего стоит жить. Послушай, тебе нужно собраться и попробовать как-то наладить отношения. Мне так критично, что ли, к нему относиться. Договорились? Я за вами соскучилась. А я, знаешь, как соскучилась? Мне так скучно без тебя. Это кошмар. Жень, пока. Все, подожди. Ваня, пока. Господи. Ох уж это Женя. Алло, да, привет. Привет, красотка. Ну, как дела в столицах? Фигуа. Ну, как то еще может быть? Спокойно, детка. Нижми на слезу. Скоро увидимся. Когда? Подожди, ты что, приедешь? Сюрприз, детка. Сюрприз. Алло. Скинул. Ромка приедет. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху. Хух ты! Как у вас хорошо получается. Главное, ловко и быстро. Ну, так, главное, чтобы руки из того места росли. И тогда все получится. А почему вы раздеты? Ну, так… Жарко. Упарился. А-а. Я на улице тогда накрою. Сейчас чай принесу. А почему не в доме? Да. Так вам же жарко. Да. Добрый день. А Иван Петрович у себя? Да, да. Я же сказала вам, что мы не можем себе этого позволить. Да, извините. Ну, что, когда? Что, когда? Колечко куплено. На пальчик Тамаре. Свадьба, дети, все дела. Или ты забыл? Да я ничего не забыл. Просто сейчас дел куча и у Жени проблем полно. Порешаю все и буду о свадьбе думать. А ты особо не трепись. О! Отличный директор школы. Да, Марина Олеговна, как у вас? Максим Александрович, срочно пришайте. Так, Курловский ждет нас всей командой в офисе. Давайте, допивайте. Да-да-да, я вас слушаю. Я не поеду. Ребята, давайте сами. До встречи. В смысле? Эй! Он вообще с ума сошел? У нас проект, а он с доченькой своей деревенской. Жениться он на мне не собирается, я так понимаю. Не до этого. А есть варианты? Пора брать быкозрака. Фу. Вот. Посмотрите. Это работа Евгении. По изобразительному искусству. Я, конечно, понимаю. Этот предмет непрофильный. Но! У нас элитная школа. Элитный лицей. И мы занимаемся всесторонним образованием детей. А вообще-то следовало бы изобразить вот это. А, понятно. Жень, а почему ты нарисовала вот это? Потому что так увидела. Я понимаю. Простите, но ведь Женя художник. Она так видит. Я не вижу в этом проблему. Проблема? Хм. Ещё раз повторяю. Максим Александрович, в нашей школе предусмотрены очень высокие стандарты обучения. Но вы же сами подписывали документы. Вы же читали устав. Да, программа сложная. Но она утверждена попечительским советом. В который, между прочим, вы тоже входите. Максим Александрович. С недавнего времени. Прекрасно. А давайте мы вот поступим так. Как? С вашего позволения. Мы это забираем. Вот эту мерзость? Конечно, пожалуйста. Мерзость? Жень, картину. Вы знаете что? Вы должны объяснить вашей дочери, что такое рамки приличия. Обязательно объясню. Если дело только в этом, мы с вашего позволения. Нет. Дело не только в этом. Евгения, вы не могли бы нас покинуть ненадолго? Спасибо. А еще, ваша дочь катастрофически отстает по многим предметам. Вы, как отец, обязаны принять меры. Жень. Ну и что тебе эта выдра втирала? Так, во-первых, она не выдра, а во-вторых, ты отстаешь по многим предметам. Я? Ты. Да нифига. Тут тюрьма настоящая. То нельзя, это нельзя. А если что-то вякнешь, сразу выстрел в голову. Все же, давай как-то ближе к делу. Да понимаю я все. Ну, просто… Смотри, пример. История. Война в Испании. Они говорят, что американцы туда даже не совались. Ну… А я им говорю, вы прикалывайтесь, как это не совались? Там же целая бригада американцев воевали против фашистов. А они рот закроют иди к директору. Как это понимать? А ты… Подожди, а откуда ты об Испании знаешь? У Хемингуэя прошла. А… Ты читаешь Хемингуэя? А ты нет? Нет, ну я-то понятно… А… ну… Ну вот, пресекаешь. Он пришел к реке, река была на месте, это офигенно. Да. Будьте добры, пересядьте на скамейку. Встаем, встаем. Ты видишь? Да, простите, мы сейчас пересядем. Ну вот, пресекаешь? Я же об этом и говорила. Вот. Понимаешь, здесь нереально заниматься тем, что тебе действительно нравится. Куча требований, заданий. А зачем? Спросишь у кого-то, они скажут, так надо, так надо. По каким-то правилам все надо делать дебильным. Жень, правило — это не всегда плохо. Меня дома учили по-другому. Виктория Игоревна и Ирина Ивановна. Они меня учили чему-то интересному, тому, что действительно нужно. А здесь? Это, мол, не по программе. А одноклассники? Только посмотри на них. Все-таки крутые, офигенные, смотрят на меня свысока, как будто от меня тараканами воняет. Жень. А если что-то сделаешь, сразу к учителям, к директорам и понеслась. Хоть повесяться. Дома мне была лучше. Почему ты мне в обычную школу не отдал? Жень, я думал, что… Жень, я думал, что… Ладно, это школа. Всего лишь школа. Что-нибудь придумаем. Окей. Ребята, а вот это вот кто рисовал? Вот эту вот? Или вот эту? Ребята, на выход. Давайте. Идите. Вы охренели! Две недели на что? Максим успокоился. Как успокоиться? Давайте сделаем перерыв. Какой перерыв? Вот этих… Дима, Дима, куда ты смотрел? Куда ты смотрел? С этим надо было две недели назад разбираться. Дима, чтобы сюда никто не ногой, ясно? Да. Как? И время потеряли, и… Все хорошо, все нормально. Да где хорошо ты это видела? Ну, иди ко мне. Тон, ты в своем уме. Ну, все, тише, тише. Куда ты? Ну, успокойся. Тон, ты что за… Ну, иди сюда. Ты там… Вот так. Я так устала. Вот так. Видишь, как хорошо. Самое смешное, что у самого ничего не получается. Пытаюсь рисовать, а бумага краснеет. Ну, не начинай. Ну, что я? На ребят наорала сам. Так что на самом деле, дочка? Она просто ведет себя так, как будто бы я для нее никто. Ну, а конкретнее? Ну, что конкретнее? Тон, ну, только… Да я Сережку. Что именно? Не учится. В смысле, не совсем не учится, просто у нее по семи предметам провалы. А конкретно по каким? Да какая разница там, математика, химия, еще там целый список. Просто если так дальше пойдет, то ее к экзаменам не допустят. Ну, на второй же год не оставят. Ну, в том-то и дело, что оставят. А у себя она лучшая была. Я ее привез и сделал неизвестно кем. Так, все. Утерли сопли. Где список предметов, по которым она отстает? В телефоне. Ну, все. Отправишь мне СМС. И все будет хорошо. Но мы все приведем в порядок. Все будет ровно. И в жизни все будет ровно. И с проектом все будет ровно. Просто положись на меня. Я тебя люблю. Я тебя очень Fuck. Оносять. Туда? Евгения Максимовна, позвольте вашу верхнюю одежду. Женечка золот bi, ну проходи, проходи, и тебе понравится как я навела здесь порядок. Потому что истинная леди должна жить как истинная леди. Ты со мной согласна? И это правильный ответ. Да-да, рисовать ты будешь здесь. Потому что я постелил в твоей комнате дорогой щековровое покрытие, твоему отцу оно стоило просто целое состояние. И на этой двери временный таймер. В семь дверь открывается, в девять закрывается. И ты можешь творить здесь вообще все, что хочешь, два часа. Я думаю, два часа для рисования — это даже много, правда? Дядя! 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 Ты че орешь? Че ору? Там она… Там эта твоя… Малыш, а мы уже начали. Я понял. Так, Жень, слушай, Тома, Тамара Николаевна все делает в твоих интересах. Так что, пожалуйста, слушайся ее, она плохого не пожелает. – Давай, давай. – В смысле? В прямом, Жень, давай. Женечка, тебя ждет еще очень много сюрпризов. Поверь, это еще не все. Я сейчас тебя познакомлю с твоими дополнительными преподавателями. Заходите. Вот, это Петр Васильевич Гордин, он поможет тебе потянуться по математике каждый день после уроков математика. Разве это не прекрасно? Петр, а заходите. Каждый день? Нет, ну что ты, только по будням, а в выходные верховая езда, хореография. Тебе много чего понравится. Это Наталья Сергеевна Мушина. Она поможет тебе в истории и географии. Заходите. Александр Дмитриевич Дорин. Да, иностранные языки. Он профессор. Также профессор Иван Васильевич Олефер. Химия и физика. И, конечно же, моя дорогая госпожа Вельдман. Она научит тебя абсолютно всему, что должна знать юная леди. Правда? Женя. Женя, вы че, надо мной издеваетесь? Женечка, ты мне еще спасибо скажешь. Ах, ста раз. Женечка, ты мне еще спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Максим Александрович Доброе утро Доброе утро Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро 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 Но здесь, кроме тебя, учатся еще хорошие, воспитанные дети. А, значит, я по-твоему, пещерный человек, да? Нет. А вот мне кажется, что да. Да кто тебе право давал так со мной разговаривать? Бог, я твой папа. Офигеть! Евгения! Женя! Офигеть! Замолчи. Без проблем. Простите, я сейчас, на секунду… Жень! Рома! Привет, привет, малая, привет. Привет! Слушай, шикарно выглядишь вообще. Да? Прости, что опоздала. Ой, бежим! Куда? Бежим-бежим-бежим-бежим! Мы что, прячемся от кого-то, что ли? Привет. Ну, привет. Ух ты! Ого! Что? Что за мобила? А, нравится? Ну, конечно. Дарю. Серьезно? Да. Офигеть! Ну, что, поехали? Куда? Ну, как куда? Домой. А у меня денег много есть. Деньги? Деньги — это хорошо. Только домой-то куда? Обратно в деревню? Ну, да. Куда же еще? Малая, ну, есть ведь места и поинтереснее, понимаешь? Сколько денег-то? Много. Крутяк! Ну, теперь мы просто короли, да? Женя! Ой! Бежим-бежим-бежим! Давай-давай-давай! Гражданка, диктуйте фамилию пропавшей внятней! Поверенова! Поверенова. Имя? Евгения? Отчество? Максимовна. Хорошо. Записал. Да, спасибо. Да-да, сейчас. Здравствуйте, Виктория Игоревна. Это папа Жене. Простите, что беспокоен, она просто сбежала. Я думал, может, вы знаете… Что? Ну, Женя убежала из дома. Вы ее обидели? Нет, она сама просто… Там была, конечно, ситуация, когда я мог ее обидеть, но… Послушайте, я знаю, что у вас есть на нее определенные рычаги влияния, и, если вам не сложно, когда она… Я вас поняла. Как только Женя мне позвонит, я сразу дам вам об этом знать. Вы это имели в виду? Да, конечно, спасибо. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Женя умная девочка, она не даст себя в обиду. Все будет хорошо. Да. И еще раз спасибо. Не за что. Так. Женя, 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 Женя… Зажигает лицо, Дмитрий, съемок с вашим оппонентом. Напиши… Лучше мой день, я живаю, я живу, я живу… День мой теста снова поздравить. Мой день мой, это мой день, это мой день, это мой день, это мой день. Лучше мой день, мой, я живу… Поезжай домой, детка. Ром! Поезжай домой прямо сейчас и не спорь. Послушай, нам выпал такой шанс, я скоро своё дело открою, понимаешь? Свой бизнес. Купим квартиру, заживем. А почему не сейчас, а? Слушай, ну, чтоб своё дело открыть, сама, понимаешь, деньги нужны. Можно было бы у твоего отца вытекать. Ну, так это же не вариант, да? Так что месяца два и… Ладно, не надо ждать два месяца. Буду деньги. Всё непросто так, всё непросто так. Снаружи и внутри живёт теперь чистота. Мой день, если захочу, с чистого листа. Майнерство Женя, ты в своем уме. Ты понимаешь, как ты меня напугала? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ну что, нравится? Конечно, вы... Ну, можете же, когда хотите. Ты сама это? Нет, это вот Дима. Дима мне помог. Вот видишь, вот просто жизнь мне спасла. И это только начало. Отлично. Тогда предлагаю делать следующий шаг. Сегодня вечером мы... В смысле, мы вдвоем. Угу. И это правильный ответ. А они мне говорят, триста за кубометр. Я, естественно, мило улыбаюсь и иду на выход. Они мне такие, а вы куда? В итоге, двести двадцать за кубометр и еще будет скидка, если мы будем грузить свои составы. Да, это здорово. Вообще, молодец. Ты... О, здесь игра так замечательно. Я просто... Здорово, помолчи, пожалуйста. В смысле, я просто хотел сосредоточиться... Ладно. Том, я тебя очень люблю. Можно мне сказать, я... Да, нужно. Даже очень, ночью позже. Я просто хотел, чтобы... Что? Ничего, я просто хотел сказать, что мне... Я, наверное, я просто хотел отойти. И вернусь, договорю. Ладно? Не уходи. Макс, Макс, я... Не уходи. Не поняла. В ювелирный. В ближайшие. Любые деньги. Поехали. Жень, Жень, объясни мне немедленно, куда пропала-ка? Лицо. Да, всё. Да, всё. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Свершилось-таки, да? Ну и что, ты счастлив? Ну, конечно. Конечно. Колечко-то вроде бы не то, что мы с тобой смотрели. Ну, какая разница? Главное, что она счастлива. Да я вообще не понимаю, как эту колхозную рожу к нам взяли. И на фига? Папочка, как у всех. Ой, папочка. Да ты знаешь, кто у нее папочка? Так, архитектор сопливый, только строит из себя. Вот я слышала, как мой папа рассказывал своим друзьям, что ее папа так тоже из деревни приперся. Колхозник. Ладно папочка, а вот мамочка, вот это уже совсем другая история. Она какая-то доярка из грязи вылазит. Ну, зачем ты так? У нее же мама умерла. Правильно. Пила, сбилась и крякнула. Ну, а что еще в деревне делать? Ты что сказала? О, колхозница. Привет. Рот закрой. Ну, что, рассказывай. Много твоя мамка пила. Ну, и ты, скорее всего, да, с ней прикладывалась. А потом в этом с колхозничками ля-ля. Ну, вместе или по отдельности. Ну, че, давай, кайся. Тут же все свои. Еще раз, еще раз. Ты что, ты скажешь про мою мать? Я тебя убью. Поняла? Поняла? Спокойтесь. Дура! Свидетели подтверждают, что ничего подобного Эльвира не говорила и даже не думала. Вот. Она не говорила? Не говорила, значит, да? Да я сейчас… Женя. Максим Александрович, при всем уважении к вам, разумеется, мы не станем выносить ссоры из избы и обращаться в правоохранительные органы. Спасибо я. Не стоит. Вы поступили бы так же. Однако, это не маленькая шалость. Она, мою мать, грязью поливала. Никого я не поливала! Чего? Женя, рот. Ты мне не веришь, а им веришь, да? Не веришь, да? А? Простите, это… Да пошел ты! Да пошли вы все! Простите, Женя… Отвините! Я на минутку. Женя… Руки от меня убери! Пойдем. Элитный лицей. Да… Успеваемость – это просто беда. Ребят, я правда не знаю, что делать. Хоть убейте. Женя, Кика… Пожалуйста, сделай! И в скором времени, что мы станем известными. Ой! Может, ее обратно в деревню отправить? Спасибо. Ну, а что? Так всем будет проще. Ты дурак? Ладно, не злись. Да, конечно. И улучшений нет ни по одному из предметов. Зря мы только на профессуру столько денег выбросили. Я не знаю, что делать. Здравствуйте. Виктория Игоревна, здравствуйте. Это Максим Поверенов. Папа Женя. Так. Женя в порядке, она дома. Но у нас другая проблема. Женя отстает по многим предметам, и ее могут оставить на второй год. Очень нужна ваша помощь. Вы не могли бы приехать. Послушайте, но у меня же и другие ученики есть, кроме Жени. Правда? Да-да-да, я понимаю. Но уже конец года, и у вас не так много учеников. И Ирина Ивановна справится. Я с ней договорюсь. Я не знаю. Я знаю. Вы очень нужны Жене. Это... Это очень важно. Послушайте, ну такие решения так быстро не принимаются. Мне нужно какое-то время подумать. Виктория Игоревна, это... Моя личная просьба. Секунду. Да, конечно. Принимай гостей! Пошли. Заходи, заходи. Сейчас, сейчас, подожди. Ой, красивый такой. У нас товар, у них купят. У вас товар. Максим Александрович. Да. А, вы знаете, я подумала, я приеду. Завтра. Спасибо. Спасибо. Ой, красивый. У вас товар, у нас купец. На ловца и зверь бежит. Мне нужно срочно в город ехать. Андрей Константинович, вы подвезете меня на утренний автобус? Завтра утром. Конечно. Спасибо вам огромное. Простите, мне надо вещи собирать, а то не успею собраться. Виктория Игоревна. Видимо, намека не поняла. Или переодеваться пошла. Ага. Идемте. Идемте, идемте. Пошли. В следующий раз. Ну, в город человеку надо. Срочно. Ага. 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 Секундочку. Андрей Константинович, спасибо за заботу, за то, что подвезли. Спасибо большое. Да ну, не за что. Заводим, посадим. Хорошо, как скажете. Да, если бы. Ну, я вот кино одно смотрел, а там тоже один сватался, цветы дарил, в экипаже катал, а она потом на пароход и укатила. Андрей Константинович, ну, мы же с вами не в кино. И я не на пароход, а на автобус. Так какая разница. Просто… Как-то не так я себе все это представлял. А как вы представляли? Ну, как, я думал, что мы с вами, ну, как бы, поженимся. Ну, как бы, дети появятся у нас, чтоб как бы, как у людей, понимаете? Ну, я же вам, как бы, не сказала нет. Я просто попросила время подумать. Да, но время идет, а вы вот, вы уезжаете. Ну, это же замечательно. У меня у вас будет немного времени для того, чтобы остаться наедине самим с собой, взвесить все за и против, разложить все по полочкам в голове у себя, в душе. Какие тут полочки? Я уже все решил. Все понятно. Ну, значит, вам проще. Вы думаете? Думаю, да. Не знаю. Ну. Спасибо. Ну, что тогда. До свидания. Спасибо большое. Жене привет. Привет. Да, передам обязательно. Андрюша. Да. Помоги мне. Да, теть Галь. Секунду. Да что ж я, как пацан какой-то. Вика, скажи, выйдешь за меня замуж или нет? Андрей, прости, я не могу так сразу сказать. Андрей, ну, помоги мне. Да не могу я больше стоять. Секунду. Вика, подожди. Что так срочно? Помоги. Сейчас. Андрей, Андрей, прости меня, просто но понемногу до времени. Да просто скажи, выйдешь за меня или нет? Дурень ты, Андрюша, хоть и участковый. Хе-хе-хе. Чего это я дурень, не понял? Да все ты понял. Дурень ты и есть дурень. Разве можно от себя такую девку отпускать? Подведешь? Чего? Подведешь? Да. Садитесь. Максим Александрович, ну, при всем моем уважении к вам… Да. Малыш, ну ты где? Скоро Карминов будет тебе же ему проект представлять. Послушай, я не знаю, сама представь, пожалуйста, проект. Меня не будет. Я скажу, я застрял в лифте или заболел. Что-нибудь придумай. Перезвоню. Целую. Итак, средний балл ученика нашего лицея, для того, чтобы он был допущен к экзаменационной комиссии, должен составлять семьдесят пять баллов. Но, к моему глубочайшему сожалению, у Евгении нет и шестидесяти. Пожалуйста. Ну что ж, ну нам придется расстаться. Подождите, это… Это какая-то ерунда, Женя. Умная девочка. Я понимаю, что… Просто… Она моя дочь. Я узнал об этом только сейчас. Пожалуйста, дайте нам немного времени. Мы вот это все исправим. Ладно. Через месяц мы устроим для Евгения экзамены. По всем предметам, с которыми у нее возникли проблемы. И если она их сдаст успешно, она останется. И будет учиться с другими учениками. Спасибо. Большое спасибо. Вы мне… Вы мне сейчас очень помогли. Простите, но нужно бежать. Ну, мальчишка. Опа! Кто этот такой? Постой, может, с нами? Посмотри. Ой, застеснялась. Мальчишка. Кш-кш-кш-кш-кш… Привет, Рома. Привет, Зая. А что у тебя с голосом? Так это… простыл немного. Ага. Привет, Рома. А что у тебя с голосом? Так это… Простыл немного. Ага. А ты где? Ну так, это, в офисе, в одном дружусь, да. Ром, когда ты меня уже заберешь, а? Скоро, потерпи немного. Да у меня уже сил нет терпеть. Алло, алло, что-то, что-то связь плохая. Ром, мне плохо без тебя. Детка, слушай, мне надо бежать. Да, давай я перезвоню тебе, ага. Ром, алло. Что? Это мой телефон. Ты мне его подарил. Привет. Чего надо? Да ничего. Чего? Чего стоишь, вали. Странно это, конечно. Но это и так было понятно. На себя посмотри. Умник. Ты права. И что, это все? Нет. А в завершении нашего проекта, Дима Свет, представляя проект заказчику, мы предоставим абсолютно все схемы и спецификации внутренних инженерных сетей, оговорим это все индивидуально, учитывая все пожелания заказчика, которые будут касаться наполнения смежных разделов проекта. Вуаля. Дима Свет. Ну что, молодец. Молодец. Да, да. Максиму скажешь, чтоб пешком добирался, а не на лифте, а то сделаю тебя своим партнером. Вот. Котик. Котик. Пойдем. Нам пора. Пойдем. Да. Спасибо. Здрасте. Все в порядке? Да. Эй. Что, Эй? Эй, я уже не маленькая. Руки убрал? Ну, риторический вопрос. Эй, дяденька, не наглей. К сюрпризу готова? К какому еще сюрпризу? К очень приятному. Я надеюсь. Ко-ко. Здравствуй, Жень. Иди. Виктория Игоревна. А… А вот так? Сюрприз. Рада? Да, очень. А вы к нам надолго? Ну, это зависит от твоих успехов в школе. А об этом мы поговорим отдельно. Да? Да. Малдитка. Операции «Сложение матриц» вводятся только для матриц одинакового размера. Сумма матриц А и Б с размерностью М на Н называется матрица С, элементы которой равны сумме элементов матриц А и Б. Я прошу прощения, профессор. Объясните мне, зачем девочке в шестнадцать лет такой интенсивный курс высшей математики? Нет, безусловно, это, конечно, нужно. Просто вот в данной конкретной ситуации. Ну, как же. Я полагал, что мы готовим Евгению к поступлению. К поступлению куда? Моя помощь может пригодиться для вступления в любые серьезные вузы, сударыня. А, безусловно. Только для того, чтобы Жене поступить в вуз, ей неплохо было бы закончить десятый, а потом еще одиннадцатый класс. Вы учитесь в десятом, Евгений? Боже мой, а я думал, а чего у нас все идет так сложно? Что ж, в таком случае я изменю курс, и мы тогда… Да, замечательно. Только имейте в виду, у нас с вами месяц. Вот, посмотрите. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, Снегом покрытые… Так, давай, 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 поехали. И… Утро туманное, утро седое, 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 седое… И беги… Половине одиннадцатого Он был уже в долине, от озера… Написала? Да. На берегу реки, посреди огромной фиговой рощи. Фиговая роща. Где они… Здравствуйте. Здравствуйте. А что здесь происходит? Учимся, уроки делаем. Вы же не знакомы? Это… Учимся, уроки делаем. Виктория Игоревна, педагог по… по всему, по чуть-чуть. А это моя… моя коллега по работе Тома Тамара. Здравствуйте. Вика, очень приятно. Я была уверена, что сегодня с Женей занимается госпожа Вильдман. Женя сейчас сильно перезагружен, и ей лучше сконцентрироваться на основных предметах. На основных предметах. Ясно, ясно. Да, а в августе она уже продолжит занятия в школе госпожи Вильдман. Мы договорились обо всем, да? Да. А, вы договорились? Да. А я не мешаю здесь вам, нет? Нет, что? Продолжайте. Дело в том, что вы изменили абсолютно всю программу. Да. Это я попросил. Да, просто если бы ты видела, какие успехи делает Женька, то… Ну зачем время терять? А по-французски, как она шпарит? Даже я запомнил. Жо Мапель, Максим. А я позвонила учителю по-английскому, и он сказал, что просто отменили урок. Да. Но это я попросил тоже, потому что английский та Женька знает, да? Ну скажи что-нибудь. Хай. Вот. На минуточку, Том, можно тебя? А вы занимайтесь, занимайтесь. Ты чего? Мы же все правильно сделали. Она хорошая профессиональная. Ну просто, понимаешь, мне теперь кажется, что она заботится о вас больше, чем я. Ну ты что? Ну… Ты ревнуешь? Боже, как приятно, когда тебя ревнули. Приятно? А вот так тебе приятно. Что это? Виктория Игоревна, мы не будем вам мешать. Всего доброго. Да. Ты занимайся, я проверю. Змея. Жене так нельзя говорить. Да, она все врет. Как отец-то не понимает. Что у нас там? Хемингуэй, да? Фиговая роща. Фиговая роща. Малыш, 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 я хочу, чтобы у нас была самая яркая свадьба года. Будет. Да. Послушай, знаешь, как я хочу? Вот так. Том. Я хочу, я хочу, чтобы о нас написали абсолютно все глянцевые журналы. Чтобы интернет заполонили все наши счастливые фотографии. Чтобы, чтобы нас показывали все-все телеканалы. А знаешь, что мы должны сделать? Нам нужно забронировать и закрыть всю гостиницу. И заказать самый лучший ресторан в нашем городе. Но… Это возможно только двадцать четвертого числа. Подожди, но у нас же сдача проекта в эти дни. Ну так двадцать второго мы сдадим проект, а потом гуляем. Ну, малыш, у них там все на броне. И… И тогда придется ждать до ноября. Ну, поехали в ЗАГС тогда. Да. Привет. Ну что, Виктория Игоревна донимает тебя? Да нет. Ты шутишь. Если бы не она, я бы давно повесилась. Ясно. А я тебя люблю. Ну, так я тебя тоже. Давай, кстати, об этом и поговорим. Понимаешь, чтобы нам быть вместе, нам надо открывать свой бизнес. А бизнес — это такое дело. Лицензию надо пробивать, ну и налоги там, все остальное. Короче, нужны деньги. Понимаешь? Ром, у меня нет денег. Откуда мне их взять? Ну, так пробей у своего олигарха. Он же тогда по поводу кольца даже не чихнул. Ром, я так больше не хочу. Давай ты не будешь заставлять меня это делать. А я что, тебя заставляю, что ли? Подожди, я не понял, это что, мне одному надо или что? Ладно, если такая песня. Хорошо. Ром! Рома! Что, Жень? Что? Я попробую. Ну вот, молодец. А то придумал, а то же заставляю. Дурочка-то. Твоя? Ну, конечно, моя. А чья же еще? Ну что, будет? Ну, конечно. Поехали. Добрый вечер, Виктория Игоревна. Добрый вечер. Чай будете? Да, не откажусь. Ага. А… Вам с сахаром? А, нет. Молоко? Тоже нет. У вас очень красивый чай. Да. Ну, конечно, не такой красивый, как вы. Как ваш день прошел. В смысле? В прямом. Как прошел ваш день. Ну, еще как бы идет. А… А Женя где? Женя спит. Да ладно. В это время? Ей сейчас тяжело. Я ее понимаю, потому что… Я, например… У меня родители тоже погибли, когда мне было шестнадцать лет. Я до сих пор вспоминаю. Да, я вас полностью понимаю. Конечно, я… Вы? Что, я часто вспоминаю прошлое? Простите. Это что? Прошлое. А? Ну, по крайней мере, мое. Вот это же не на мама. Ничего себе. Я Ларису даже не помню такой молодой. Красивая. Почему меня Женя эти фотографии не показывал? А потому что их у нее нет. Это я сам фотографировал очень давно. А вы… Вы, кстати, совсем не изменились. Вы опасная женщина. В смысле? В прямом. Вы очень хорошо врете. Перестаньте. Я правду сказала. Честно, что вы почти не изменились. Я понял. Вот эти вот, кстати, тоже ребята не изменились. Это нынешний участковый Андрей. А, да-да-да. А это Леха. Точно. У нас вообще такая команда была. Мы втроем. Что? Мы мечтали засадить мертвое поле бананами. О, Боже. Вы серьезно? Прям бананы на мертвом поле. Да, мы все рассчитали. Как бы у кого сколько. Нет, ну тогда все было серьезно. Сейчас, конечно, это полная ерунда. А сейчас серьезно? В смысле? Ну, в смысле, насчет Жени. Или вы ее поиграться взяли? Что-то мы с вами засиделись, Виктория Игоревна. Спасибо. Максим Александрович, мы завтра с Женей идем на выставку современного искусства. Да вы что? Хотите с нами? Не знаю. Мы вас приглашаем. Я подумаю. Мама. 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 Ага. Зря ты, Андрюха, бабу свою в столицу отпустил. Засиделась она по столицам, засиделась. А все, почему? Знаешь? Почему? А, потому что ты баран, Андрюх, баран ты и есть. Хоть и пистолет на боку тягаешь. Не в Максе тут дело. Просто Виктория не та эта женщина, которая будет в этом Деренском болоте гнить одна. Рожать ей надо. А вот от кого она родит? От тебя или нет? Олежа. Олежа, ты за словами своими следи, дружище. Короче, наливай. Да налито уже. Давай. Алло. Коля. Да, да, Андрей. Ты еще работаешь там в отделе? Адресок пробьешь мне? Давай, жду. Адрес. Вроде и тут написан. Так. Понимаю, хоть искусство и современное, но все равно требует жертв. У тебя здесь что-то… Ну что, пойдемте? Да все-таки пришли. Ну, а куда мне деваться? Ну что, подожди. Мне уже пора. Ну что, проходим, проходим. Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Ну, сейчас. Сейчас. Жень, я разобью этот телекан. Алло. Да, Ром. Нет, я ничего не взяла. Да потому что я ничего не нашла. Слушай, Ром, я тут немного занята. Давай, я тебя вечером наберу, окей? Блин. Привет. А ты что здесь забыл? Работаю здесь, картины продаю. Картины продаешь? Нафига? Ты все-таки очень странная. Ну, хотя и так это было ясно. А почему это не странная? Это что, из-за школы? Не стоит злиться на школу из-за ее правил. Правила есть правила. Просто нужно умело обходить подводные камни. Вот и все. И получать удовольствие. А как это? Ну, как? Очень просто. Просто, если тебя заставляют учить то, во что не веришь, ну, хорошо. Нужно знать мнение людей, на которых ты не похожа. Вот. Заставляют рисовать прямые линии. Вообще прекрасно. Не умея рисовать прямые линии, не сможешь рисовать изогнутые. А ты прикольный. Спасибо. Мамочка моя! Поверинов! Точно? Поверинов! Макс! Глазам своим не верю! Здорово! Ах ты, бродяга подзаборная! А хозяин галереи, знакомый твоего отца? Не знаю. А Сергей… Сергей. А Виктория очень приятно. Виктория Игоревна, это… Очень приятно. Педагог моей дочери. Вот, кстати, Жень, поздоровайся. Здравствуйте. Слушайте, пойдемте ко мне наверх, а? Пойдемте. Мы сейчас. А давай лучше воздухом подышим? Так… Давай-давай. Так. Осторожно. Осторожно. Здесь ступеньки. А, значит, это ваш Макс… 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 Что ж это получается? Ты рисуешь, продаешь, да еще и обучение оплачиваешь? Ты что, смеешься? Нет, конечно. Это нереально столько зарабатывать рисую. Ну, пока, по крайней мере. О чем мы? Я говорю, учебу мою. Родители оплачивают. Как и у тебя. Да. Блин, прости, пожалуйста. Все. Как они разрешают тебе продавать? По правде говоря, они не знают. Вот. Да. Не думаю, чтоб они стали прям стеной. Ну, не знают. Вот. Они у меня в Австралии живут, а я тут с бабушкой. Вот. А бабушка мне все разрешает. Она у меня чудо. Все понимает. Вот прям как твой отец. Блин, да откуда ты знаешь, что он понимает? Все он понимает. Ты даже не сомневайся. Это же видно. Просто тяжело ему сейчас. Это тоже видно. Прошу. Марси. Стань, 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 стань. Ты чего? Тихо молчи. Так что случилось? Может, объяснишь? В другой раз. Ребят. Ребят. Ребят, пять-десять минут и я вернусь. Хорошо. Максим Александрович. Вы меня простите, я просто не очень поняла. А что это за тост такой странный ваш друг говорил? Какой? Ну, как ты сказал, так давайте выпьем за Макса и за его облака. Нет. Может, перейдем на «ты»? Давай. Так что это за облака? Ну, ты знаешь, наверное, будет проще посмотреть. Давай покажу. А не… Должны быть где-то здесь. А… Я даже не предполагаю, как это может выглядеть. Ну, это такая… конструкция… Такая… Такая белая… Слона-то мы и не заметили. Да ладно, это облака. Да. Это и есть… они. Угу. Так… Это облака. А… Почему они здесь? Ну… Я просто с ними в свое время все пороги обил, которые только можно было. Ну, и все в бестолку. Это не было никому нужно. Вот я решил Сереге и подарить, а потом как-то… Что? Даже не знаю, как-то вот прям… Может, судьба. В общем, какой-то из клиентов Сереги увидел, ему понравилось. Ну, условно. И он решил мне предложить проект. Полная халтура, но хоть что-то. Да. Я решил, что, наверное, откажусь, но тут Серега взял меня на слабо. С тех пор вы летаете в облаках. Ты? Да, точно. Летаешь. Ты летаешь в облаках. Да. Первым классом. Телефон. Да. Да, Жень. Пап, все в порядке. Отлично. Денис домой меня проводит. Мы тоже скоро будем дома. Все хорошо у нее? У тебя все хорошо? Повесила трубку? Поедем. Поедем. Ты на перестань. Что? Добрый вечер. Что ты здесь делаешь? Вика, я… Вообще-то я за тобой приехал. Я не поеду с тобой никуда. И замуж за тебя не выйду. Ясно. Я очень тебя прошу. Я просто должна была тебе сразу сказать, но я струсила. Я просто тебя не люблю. Пожалуйста, прости меня. Я тебя очень прошу. Ну, понятно. Да, дурак, Талин Дюхо. Я дурак, да? Да пошел ты. Ты немножко. Да. Я сед Swan. Я иванию мы поднимаешь нам с услф př. Я замуж за тебяkę. Я, я вам имюююнду или нет. Ну да, я. Гива. Я, мать посплату, мне нужно formations Столичная мэрия приняла окончательное решение… Алло, Дима. Давай действовать. Угу. Мои ключи не забыл? Код помнишь? Ну все, отлично. Видел? Подала строительная компания ТТС, принадлежащая известному бизнесмену Карминову. У ТТС большие шансы выиграть контракт десятилетия, так как его компания… Макс, ну по радио то же самое. А? Ты видел? Видел десятилетия? Да видел. Тихо! 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 Ну, у Максима, у отца моего, баба есть, с которой мы не в ладах. Ну, твой отец впечатляющий мужчина, разумеется, что у него есть как бы… Да, я не об этом. Он, конечно, ничего, только у тебя есть одна проблема. Она ему изменяет. Да и еще с его лучшим другом. А-а, хорошие дела. Да. Лучше не придумаешь. Короче, надо ему позвонить и все рассказать. Жень, не надо. Не нужно звонить отцу. Почему? Ну, ты же сама сказала, что ты не в ладах с этой женщиной. Ну, вот кто тебе поверит без железных доказательств? Ну, сама подумай. Вот эта женщина, как ее? Тамара. Вот, Тамара. Она скажет, так ничего не было, она на меня наговаривает. А друг подтвердит. Вот. И ты попадешь в неловкую ситуацию. Блин, а что мне тогда делать? Ну, Жень, я, конечно, не в праве советовать, но мне кажется, лучше отцу ничего не говорить. И просто смотреть, как она ему изменяет? Жень, не просто смотреть. Тебе просто нужно учиться. И готовиться к экзаменам. Как бы там ни сложилась ситуация в личной жизни твоего отца, если тебя оставят на второй год, это очень ударит по нему. Ударит, расстроит. С чего ты взяла, что ему не все равно? Да потому что он любит тебя. И, как мне кажется, изо всех сил старается, чтоб ты его тоже полюбила. Ладно. Тогда мы будем учиться. А вот это правильно. А взрослые, они сами разберутся. Ай, красиво. Да. Мы медленно пошли по вечерним улицам, вспыхивали новые огни. Сумма равняется семнадцати икс. Что касается частных случаев, операция сложения матриц сводится только, если матрица одинаковых размеров. Молодец, Женечка. Основные события, сражения на Курской дуге, стоялись у деревни Прохоровка, где ей была самая большая танковая битва за всю историю войн. Снова замерло все до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинакая бродит горонь… Нет. Все, все. Блин, я уже не могу. Пожалуйста, хватит. А можно без «блин»? Нельзя. Почему? Подожди, а почему тебе песни не нравятся? Почему мне песни не нравятся? Ну, надо что-то… Эйменем там, ну, на ЗМС, на крайняк. Так, а все хорошо, только слово «накрайняк» нам тоже не очень импонирует. А мне не импонирует, что вы двигаетесь туда-сюда. Замрите. Почему она тебя слушает, а меня нет? Понятия не имею. Потому что мы девочки. А вот эта Женечка правильно сказала. О, мне нравится. А у вас тут такой эскиз семейной идиллии, да? Ну, да. Типа того, йоу. Хочешь присоединяйся? Да нет, что ты. А хотите чаю, Тамара? Виктории нет. У меня есть идея получше. Женя! А что у тебя есть? Кое-что, что тебе понравится. Малыш… А мы же просто здесь… Малыш, идем. Дело в том, что я по тебе так соскучилась, что у меня сил нет терпеть. Томна, я же не могу сейчас. Том, правда не могу. Ну, иди сюда. Нет. Ты меня не хочешь? Нет. В смысле, я не могу. Там же Вика, Женя, ну как-то… А, там Вика. Вика и Женя. Слушай, а с каких-то пор она стала просто Вика? Ну, как-то странно называть друг друга на вы, когда вы столько времени проводите вместе. Из-за учебы. А поехали ко мне. Ну, пошел. Я не могу. Я правда не могу. Нас рисуют. Ага. Ну, парный портрет задали Женьке. Вас рисуют. Это очень важно. Пойми. Ну, конечно, я понимаю. Ну, что ты. До встречи. Девочки, пока. Пока-пока. Девочки, пока. Пока-пока. Ах, коза. Женя. Блин, Виктория Игоревна, вы просто не понимаете. Улыбается мне все время, где искать мои подружки. Врет все время папе. Откуда ты знаешь? Да знаю я, поверьте мне. Послушай, я не хочу ничего об этом ни знать, ни слушать. И тебе не советую так часто об этом говорить. Вы что с Денисом сговорились, а? Конечно. Нам с Денисом больше нечего делать. Прекрасно, блин. Скажи мне, кроме слова блин, ты знаешь еще какое-нибудь слово? Ухожу без блин. Отлично. Э-э-э, а ты куда? Отпусти. Куда это мы уходим? У нас тут рисование. Блин. Блины на кухне. Это правильно. Вот. Иди-иди. Давай-давай-давай. Дяденька, не хотите обнять прекрасную тетеньку рядом с собой? Ну, если Виктория Игоревна не против, я… Виктория Игоревна, вы за? Пожалуйста. Вы не оставляйте мне выбора, Евгения. А кто выставляется? Не знаю. Денис пригласил. Сказал, стоящие работы. А, ну раз Денис пригласил, тогда действительно стоит. Угу. Дени, ну я умоляю тебя и прошу, давай мы просто собримся и уйдем, а? Ну или сожжем все. Даже и не думай о таком. Сожжем. Просто не волнуйся и все. Ага. Как это не волноваться? Да вот так вот не волноваться. Тут все свои. Почти. Боже, ну поскорей бы уже. Сейчас Шима с Наташкой приедут, начнем. А кто это? Шима? А я тебе не говорил? А-а. Шима гений. Его работу в Нью-Йорке и в Париже всех на уши поставили. Да. Ну уж поставили. Ясно. Ты куда? Стой. Я тебе говорю, стой. Отпусти меня. Я тебя никуда не отпущу. Ну, они же меня засмеют, а? Никто тебя не засмеет, понимаешь? Тут не те люди. Все будет нормально. Правда. Поцелуй меня. Здорово, братцы. Привет. Ну, сейчас стоим. Смотреть идем? Конечно. Пойдем. Ну, Денис. Пойдем. Угу. Ну, хорошо. Достойно. Можно продавать. Это нельзя продавать. А? Ну, по крайней мере, здесь. Это нужно выставлять в больших галереях. Ах… Кто писал? Да вот, девочка. Здрасте. Здрасте. Ну, Деня, наконец-то. Ладно, пойдем смотреть дальше. Так… Так а что смотреть дальше? Звони своему агенту, как его там. Пусть дует сюда. Вариант. Кажется, Женя влюбилась. Да ладно? Да. Что с ними делать? Ничего не надо делать. Радуйся. Любовь — это светлое чувство. Вспомни себя в этом возрасте. Я помню. Помню. Поэтому и волнуюсь. Ну что, пойдем? Не надо волноваться. Ты отец. Она твоя жуча. Так бывает. Ты сейчас прям глубоко взяла. Да. Может мне с ним… Поговорить как-то, ну… Так, тихо-тихо. Поговорить. Ну, мне кажется, явно не сейчас. Потому что это не очень актуально. Ну да. Что? Он хороший парень. Вот, вот. Денис? Очень хороший парень. Ну, очень. И я уверена, что Женя с ним в абсолютной безопасности. Во всех смыслах. Ты смотри, а! Ты смотри, какие люди! Здравствуй, Викуленька! Здравствуй, наше солнышко! Здравствуйте! Поставьте меня! Вы меня сломаете так! Не сломаю! Этого Бог не позволит, а потомки не простят! Серега, полегче. Максим, ну а ты не ревнуй. Не имею такой пагубной привычки. Я не ревную. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Что-то ты зачастил в наши края. Да вот. Выгуливаю. Здрасте. Здрасте. Максим Александрович, а можно мы с Женькой пойдем погуляем? Ну, конечно, можно. Обещаю, все будет хорошо. Отдаю слово. Да что ты. Что ты, дружище? Ты мог даже не спрашивать. Конечно, конечно, гуляйте только, чтоб я видел. Ну… Да-да-да, гуляйте, гуляйте. Поверинов, Поверинов, послушай, ну ты с ума сошел, а? Ну, какое у тебя на глазах? У тебя дочка безумно талантливая. Не сбивай ее с курса. Вот. Пойдем лучше с нами, у нас будет весело, не хуже, чем у тебя. Не, Серега, мы хотели. Пойдем, пойдем. Я ничего слышать не хочу. А куда мы ее? Давай, в галерею. Не хочу слышать. Идите. Спасибо. Так, слушай, Макс, Макс, посмотри, какая у тебя женщина, а? Ну, глянь на нее, она ведь чудо, а? Ну, посмотри. Серега. Если бы не знал, что твоя ухо, я бы здесь устроил. Ну, прекрати. Я понимаю, но она моя, так что все. Твоя свадьба когда? Свадьба, свадьба, свадьба через Двиндей. Что? Молчишь, чего молчишь? Что, приглашать не хочешь, так? Серега. А мы сами возьмем и придем. Мы ведь придем на свадьбу, да? Серега, я тебя очень прошу. Ты чего стоишь? Виктория? А? Идемте за мной. Идемте. Сережа, осторожно. А ты чего стоишь? Давай. Серега, давай. Давай наверх, давай, целую невесту. Горько! 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 Ну, что же вы стоите? Ну, ну. Молодцы. Вот на дело пошло. Саня, накрывай, сегодня гуляем по полной. Ну, что вы раскисли, ведь все и так ясно. Серега, заканчивай. Но ведь ты любишь ее, а она любит тебя. Это ж видно. Устроили здесь ромашку. Да я для вас шикарную свадьбу устроил. Хочешь, тебе платье? Макс, выбирай, любую картину бери. Какую хочешь, а? Ну, бери! Макс. Значит так, Женя, ты все учила, ты все знаешь, все будет хорошо. Ну что, вы готовы? Да. Через пятнадцать минут жду вас в четвертом кабинете. Угу. Ты как? Я боюсь. Я тоже. Так, а ну, отдавай мне все свои страхи. Папа. Давай, давай. Все, все, все. Ух ты, Кать. Вот. Все выбросил. Я в тебя верю. Правда? Нет. Шучу. Знаешь, я вот полгода назад еще даже не мог подумать, что за кого-то буду вот так переживать, как за тебя. И любить так же. У тебя все получится. Ты мне веришь? Угу. Ну и правильно. Я в тебя верю. Пойдемте надойти. Да. С боком. Всегда. Максим Александрович, я… Нет. Ну правда… Я ничего не хочу знать. Я все понимаю. Ну правда… Денис, нет. Ну… Денис… Я сдала! Господи, я тебя поздравляю. Молодец. Ай, молодец. Веди в Волнопарк, ну чтоб в девять было дома. Моя девочка. Папа! Спасибо за прекрасный ужин. Ой, что ты, это тебе спасибо за экзамены. Хочешь что-нибудь выпить? Нет. 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 Есть сок… Нет. Спасибо. Вика, а ты что делаешь? Вещи собираю. Зачем? Ну, как зачем? Моё дело сделано. Женя сдала экзамены. Мы победили. Ура! Это, конечно, здорово. Но разве у тебя нет никакой причины остаться? Конечно, Женя. Это главное, но всё же. Я прошу тебя, останься. Ещё ненадолго. Назови мне хоть одну причину, по которой я должна остаться. Устраивает? Ух! Устраивает. Вашени! Устраивает! Субтитры создавал DimaTorzok Йес-йес-йес-йес! Ты чего? Тихо! Ты чего? Я так рада! А где же я дяденька? Убил! Я тебя не дяденька. Иди давай. А мне Денис пишет. Чего-то он тебе пишет. Ну… Да ладно. На выход. Ты за старшую. Хорошо, папа. Ладно. Давай на выход. Том, я просто не хочу тебя обманывать. И себя. Короче, я понял, что я её люблю. Понял. Только теперь? Прямо сейчас? Да нет, конечно. Не сейчас. Хорошо, я поняла. Свадьбы не будет, да? Тома. Тома, я… Тома, я… Я все понимаю. Я… Я же взрослая девочка. Это жизнь. Спасибо тебе большое, что сказал честно. Тома, я… Очень красивая. Вот только, я прошу, ты ей его не дари, купи другое. Нет, это… Прости, я не хотела тебя видеть. Глупость сказала. Прости, мы можем остаться друзьями? Я очень не хочу портить наши рабочие отношения. Да, конечно, Максим Александрович, я профессионал. Ну, не из последних, если вы еще не забыли. Прости меня, пожалуйста. Ничего. О как. Заткнись. Да я так, просто. Да заткнись! Это что ж получается? Ты его все-таки любишь? Нет! Угу. Ну, ничего-ничего, Максим Александрович. Недолго осталось, ты за все заплатишь. Все-таки ты его любишь. Все-таки ты его любишь. Не твое дело. А как же это… Как же… Дима, заткнись, пожалуйста, и принеси мне что-нибудь выпить! Что? Что ты стоишь? Тебе громче сказать? Или медленнее? Тебе! А и правда, недолго осталось. Мой. 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 Да не моя. Мой. Эй… Мой. 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 Жень, ты что здесь делаешь? Да я это, мамины фотографии хотела посмотреть. Ну ты даешь, ты чего так испугалась? О, Боже, вы меня так напугали. Все нормально, не ударилась? Да, да. Ну ты даешь. А это что? О, это папины работы. Проекты? Да. Ого. Нас пап не будет ругать, если мы посмотрим. А он не узнает? Только тихо потом. Давай. Да, Варелинов М.А. Красиво. Ну вот смотри, прикольно какой. А это, это не его. Архитектурное бюро номер девятнадцать. Станова, архив. А что это значит? А вот это же не очень хорошо. Это называется плагиат. А что такое плагиат? Плагиат это когда человек ворует чужие идеи и представляет их как свои. Подождите, подождите. Нет. Папа, 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 папа не мог так поступить. Угу. Виктория Игоревна! Виктория Игоревна! Виктория Игоревна! Я тебя очень прошу, держи язык за зубами. Пообещай мне. Я обещаю. Виктория Игоревна, но он же понимаете… Не важно. Читай Хемингуэй. Прости. Виктория Игоревна! Папа! Папа! Папа, вставай! Вика уезжает! Куда выезжаете? Домой она уезжает. Я, конечно, обещала, что ничего не скажу, но я вас обоих люблю. Вставай! Зачем? Чего ты ее не останавливаешься? Вставай! Взрослая, блин. Вика, ты куда? Домой. Почему? Подожди… Не трогай меня, пожалуйста. Хорошо, тогда объясни, что происходит. Я еду домой. Это все, что вам нужно знать, Максим Александрович. Ну, это понятно. А почему? Потому что человек, которого я люблю, очень сильно меня разочаровал. Вниз едете? Еду. Подожди, Вик, я… Оставь меня в покое. Теперь я знаю, где ты воруешь свое вдохновение. Я сейчас совсем ничего не понял. Вик, Вика… Женя! Пап, я здесь. Здесь. Что у вас произошло? Да, ничего. А где Виктория Игоревна? Уехала. Что ты сказала? Да, ничего ей такое не говорила. Она… Ну, просто видела эти картинки и сказала, что ты воруешь идеи… И… Что это? Это не мое? Ну, это лежало в папке. Какой папке? В папке у тебя на столе это лежало. Вот. Пап? А что это за папка? А что это за папка? Дима… Дима… Что Дима? Мы с дядей Димой очень давно работали. В этом бюро папка должна быть в их архиве. Это проекты, которые не прошли. А почему эта папка у тебя на столе? Потому что меня хотят подставить. Завари, пожалуйста, кофе. Пап! Жень, завари. Мне надо работать. Хорошо. Тамара… Тамара… Привет. Привет, Женька. Спасибо, что пришла. Слушай, ну, дело вот-вот закрутится. Но есть одна проблема. Нужны деньги. Рома… Жень, да подожди, ты послушай, ты хоть понимаешь, сколько мы можем на этом заработать? Мы с тобой больше ничего не заработаем. Ты делай, что хочешь, а мне все равно. В смысле? Не понял? Ром, я тебя больше не люблю. Рома! Ты чё, хахали себе завела или что? Рома, отпусти меня. Пожалуйста, и никакой Денис не хахаль, ясно? Что? Денис? Это что, твой новый парень или что? Кто он? Кто он, я спрашиваю? Он про себя даже не знал. Не лезь к нему. Не знал, да? А ты? Ты знала? Знала. Виновато, прости. Но… Что но? Что но, Жень? Всё. Всё. Ну? Я тебя больше не люблю. Ладно, любовь — это… Мы об этом ещё поговорим. Но у нас ведь с тобой есть и другое дело. Рома. Рома, никаких дел у нас с тобой больше нет. Ясно? Я не собираюсь больше ничего воровать у отца. Тем более просить. Ладно. Вот. Всё, что у меня есть. И, пожалуйста, больше меня не трогай. Давай станемся друзьями. Паскуда. Знаю, паскуда. Прости. Ладно, я… Отпускаю, что ли? Ром, ну, прости. Прости. Ты хороший. И у тебя всё будет хорошо. Хорошо? Ладно. Ну, чего ты расклеилась? А тебе куда сейчас? Мне в школу документы подписать надо, чтоб к экзамену допустили. Угу. Ну, хорошо. Ты давай поезжай, а то… Удачи тебе. Прости. Дай. И это ещё не всё? А? Поехали. Присаживайтесь. Да, вот. Давайте начинать. У нас очень мало… У нас всё готово, о чём вы говорите. Это, пожалуйста, вот. Так, ребятки, а где Максим? Так, звоните ему быстро. Вот и Максим Александрович. Так. Простите, опоздал. Здорово. Привет. Всё нормально? Можем начинать. Да, начинай. А, Максим… Здравствуйте. Меня зовут Максим Поверинов. Я ведущий архитектор нашей компании. Хотел сообщить, что, к сожалению, восемь… Что происходит? …из двенадцати наших проектов были украдены. Я не знал. В общем, украдены они были из архива Советского архитектурного бюро номер девятнадцать. А вот что касается нашего последнего проекта, так сказать, нашей гордости, то он не только украден, но ещё и опасен. И вряд ли простоит и три года. Кстати, ребята знали. Да? Так сказать, моя правая рука. Что? Вы же хотели после моей презентации и подписания договора с государством доложить в соответствующие органы, так? А после обыска вот эту папочку бы у меня нашли дома, и всю оставшуюся жизнь меня бы таскали по судам. А, неудобно? Прости. Мне сейчас тоже не очень удобно. Да. Здесь прощальный подарок. Здесь… В общем, исправленные чертежи. Если всё сделаешь так, то здание простоит тысячу лет. Я трижды проверял. Я правда не знал. Что это было? Блин, где же мои кричи? Странно. Чего двери открыты? Проходи. Пап! 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 Рома? Как же ты не вовремя, детка? Женя, а кто это? Сейчас узнаешь. Рома! Женя! Женя! Женька! Валим! Валим отсюда! Женечка! Да как же так? Жень! Жень! Давай, давай! Валим, валим! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его ближайшие помощники, Тамара Кравченко и Дмитрий Велиш, были уволены также. Против них возбуждено уголовное дело. Владелец компании ТТС Семен Александрович Карминов отказывается комментировать происходящее. Вот. Блин, ну сколько можно здесь валяться? А можно я дома долечусь? Тут, да, можно? Простите, можно? Женя. Как же так? Ай, прости, прости. Виктория Игоревна, все хорошо? Хорошо? Это ты называешь хорошо, да? Привет. Здрасьте. Прости меня. Не ты меня. Ай, я к вам хочу. Что? Ты аккуратнее. Я вас люблю. А еще это я тогда то кольцо украла. Простите меня. Чего ж простите? Все правильно сделала? Я же говорила вам, фрукты еще рано. Ей бы на свежем воздухе почаще бывать. Зря, мам. Иди к нам. Я же говорила. Ты видно, что я живя. Ти Ка-три Иди к нам. Не взял Иди к нам. Еще Субтитры Здорово. Поймали Романа и его дружков. В соседней деревне прятались, так что живите спокойно. Спасибо. И еще, Макс, береги ее. Постарайся, чтобы она была счастлива, а то ведь убью. Ну, считай, договорились. Да, вижу, без меня тут не справитесь. Ну да. Это чего вы тут садить собрались? Здрасьте. А это у нас бананы. 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 Да вы тут совсем одурили. Это да. От счастья. Ты куда? Да-да-да-да-да-да-да. Ты будешь? Вот. Вот. Неплохо было бы и с вами разгорать. Ну, коль уж все собрались. Не вижу препятствий. А ну-ка, кому крыло? Привет. О! Сколько лет, сколько лет. Давай. Эй! Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Колька! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА